Бурятия Не нужно забывать, что сегодня это бизнес, который подчиняется закону рынка. Получить максимум выгоды. Просто цена здесь выше. Это здоровье. И даже жизнь граждан. Узнать, есть ли необоснованное завышение цен на лекарства, может каждый. В газете полезная информация для желающих разоблачить недобросовестных коммерсантов. По всей видимости, на Байкале действительно погиб Виктор Янукович-младший. Об этом пишет информполис. 20 марта неподалеку от Ольхонского мыса Хабой провалился подлет микроавтобус, в котором находились 6 человек. Водитель покинуть автомобиль не успел. Официального подтверждения того, что погибший, это сын бывшего президента Украины, нет. Но средства массовой информации уже сообщили, что Янукович похоронен в Севастополе. Вячеслав Наговицын поручил рассмотреть возможность передачи школьных автобусов и карет скорой помощи в частные руки. Это предложение уже вызвало большой резонанс. Журналисты опасаются, как бы этот проект не превратился в чистой воды коммерцию, когда водители-частники начнут требовать с больных плату за проезд. По печальной статистике, жители нашей республики болеют туберкулезом в два раза чаще, чем в среднем по России. Есть эффективный метод не распространять заразу. Местные врачи уже одобрили новую идею Минздрава. На больных туберкулезом, не желающих лечиться, могут завести уголовные дела. Молодежь Буретти анализирует рынок коммерческой недвижимости и утверждает, в Улан-Удэ пока незаметны общероссийские тенденции. По всей стране владельцы вовсю снижают арендную плату, у нас же пока цены на докризисном уровне. Автор материала резюмирует. Пора находить компромисс, иначе игра на выбывание будет грозить всем участникам рынка. Статья о продавце сказки в номере один. Улан-Удэнка Елена Кузнецова продает экзотических бабочек с Филиппин. Как правило, их покупают, чтобы сделать сюрприз своим любимым. Равнодушных к такому подарку не остается. Нередко особо чувствительные барышни, открыв коробку и увидев живых ярких бабочек, начинают плакать от умиления и счастья. Это были лишь некоторые интересные публикации в свежих еженедельниках. Алексей Унагаев, Зоя Цеданишеева, Алексей Щербаков. Новости дня. Продолжение следует...